Задний прямой удар. Задний прямой удар это прекрасная штука, если он хорошо подготовлен джебом, верно? Но задний прямой удар, он не так однозначен, как он кажется. На самом деле он довольно-таки многогранен. То есть мы можем ударить классически задний прямой, когда мы бьем сначала, допустим, джеб, а потом эта рука меняется, собственно, задней рукой. Бам! Мы пробиваем, максимально прямая рука, жесткая постановка удара, мы хорошо, качественно стоим, заднее бедро докручено, и вот мы всаживаем двумя костяшками задней руки. Но удар удару рознь. Мы можем нанести как задний прямой, так и задний кросс. Так вот, кросс и задний прямой, это немножко две разные вещи. Хотелось бы немножко для начала углубиться в номенклатуру. Советский, в определении, точнее, в советской номенклатуре задний прямой удар, это именно и был вот этот самый четкий задний прямой удар, когда у нас рука четко выпрямлена вперед. Но с английского к нам пришло новое понимание заднего удара, он называется кросс. Почему задний удар еще называется кроссом, да? Фактически это два похожих, но немножко разных удара. Кросс – это удар, который кросс пересекает, с английского пересекать, пересекает переднюю руку противника. То есть мы можем ударить задней прямой под руку сюда, а можем ударить обводящий вокруг руки, вокруг передней руки. Все зависит от положения руки противника. Мы можем ударить сюда, можем ударить сюда. Соответственно, задней прямой, как правило, мы бьем под руку. То есть вот мы, находясь напротив противника, в стойку, и вот мы здесь ударим раз-два. Фактически мы передней рукой как бы пробиваем себе путь к подбородку там или к цели, да, к носу, к любой цели, да. А вторая рука, она у нас в эту же точку подменяет джеб, да, и пробиваем мы второй прямой, да, то есть задней прямой. А обводящий, вот этот вот кросс, он у нас должен быть немножко изогнут. Он должен пересечь переднюю руку, которая мешает вот этому нанесению удара. То есть мы выбираем, мы бьем либо под руку, либо вокруг руки. И вот этот удар вокруг руки, немножко изогнутый уже, не вот такой прямой, немножко изогнутый. Рука вражеская находится вот здесь вот, возле локтя в этот момент, да. Этот удар и называется кроссом. И важно этими инструментами правильно им нужно в нужный момент воспользоваться. То есть мы можем таким образом на самом деле противника обманывать. Мы работаем возле него, бьем задний, передний, передний, задний прямой, вот мы наносим, да, джеб, задний прямой. И в какой-то момент, когда он очень сильно сосредотачивается на парировании моего, допустим, сбивом, да, на парировании сбивом моего заднего прямого, я беру и забрасываю этот самый удар вокруг его передней руки. И вот тогда этот кросс максимально эффективный, мы можем донести до челюсти противника, немножко под углом и сбоку, вокруг его передней руки и над плечом. Вот такая вот штука, пользуйтесь.